Всем доброе утро! В прямом эфире ваша любимая рубрика «Званый гость». И сегодня мы будем разговаривать о менторстве. Если вы абсолютно не знаете, что это такое, то прямо сейчас вам расскажут наши гости, о которых я уже говорила. Руслана Витальевна Бровченко, председатель общественного фонда научно-образовательный центр «Центр Синерджи» и Абай Дюйсеков, мастер производственного обучения Кустанайского индустриально-педагогического колледжа, руководитель общественного объединения «Социум и я». Доброе утро! Доброе утро! Как вы сегодня проснулись? В каком настроении? Наверное, в хорошем. Наверное? Наверное, в хорошем. Но если вы еще сомневаетесь, вот сейчас с нами побудете еще на прямом эфире, еще минут пять, и знаете, и точно проснетесь? Не сомневаемся. Вообще, волнение присутствует, когда менторы находятся в прямом эфире? Ну, тема менторства, она не столь нова, как кажется на первый взгляд, но, наверное, мы с Абайом сегодня вот те две первые ласточки, которые об этом будут говорить публично, с экранов, и которые постараются донести до каждого жителя нашего города необходимость таких людей рядом с собой. Поэтому мы готовы к разговору, к диалогу. Ну вот, Руслана Анатольевна, я сразу заметила, что вы тут же собрались, собрались. Это присуще ментору именно уверенность в себе? Ну, ментор — это человек, который обладает большими профессиональными знаниями, и, следовательно, он должен быть уверен в себе. Потому что, если ментор не будет уверен в себе, то тогда его подопечный, протеже, менти, как мы говорим, он тоже будет чувствовать эдакую рассеянность. А задача ментора — привести своего менти к успеху, задача ментора — научить мыслить своего менти. Мы же говорим о том, что ментор — это наставник. Но, знаете, Жень, прежде чем мы в дальнейшем будем с вами разговаривать, я бы хотела, если вы позволите, да... Вот вы уже все секреты раскрыли. Я думала, вы сейчас расскажете, менти, менторство, и все скажут, ну что это такое, всем и станет интересно, что это, что это. Ну что такое ментор, ментор. А мы это так вот снивелируем и расскажем, что, что за проект, как сказать, произошел. Ну вот видите, поторопилась, да? Но слово ментор — известное слово. Так звали наставника и старого друга Одиссея еще. Поэтому это слово известное. Вот честно, у меня ассоциируется вот что-то полицейский, я не знаю, какой... Есть выражение, да, Женя, есть выражение «менторский тон». Да, вот это... Менторский тон — это тон наставника, назидательный такой тон. Ну, наверное, отчасти это правда, потому что ментор же человек, который вас направляет, и где-то его тон направляющего, он как раз и позволил создать такое выражение «менторский тон». Ну, для нас это настолько новое менторство. Вот для нашего региона, для вообще, для нашей республики это абсолютно новое менторство. Откуда это пришло, и вообще, что это за проект? Откуда растут, как говорится, ноги? Вообще, получается, этот проект действительно впервые реализован у нас в Казахстане общественным фондом «Казбренд» при поддержке Министерства информации и общественного развития и Центра поддержки гражданских инициатив. Вот. Получается, в этом году впервые собрали, мы вот с Русланом Витальевным были на обучении. Это с 14 июля по 17 июля проходило обучение в столице нашей, получается, Казахстана, в Нур-Султане, в городе Нур-Султане, где они собрали 80 самых таких активных менторов, как они посчитали. Был большой отбор, мы отправляли заявки туда, чтобы поучаствовать, чтобы получить данные сертификаты профессионального ментора, квалификации, профессионального ментора международной квалификации. Вот. И вот все эти дни, получается, мы вот так тесно работали. То есть самые активные вот менторы были, я не могу сказать, это была не молодежь. Ментор — это тот человек, который действительно за собой имеет вот какой-то багаж, который он смог в своей жизни достичь и может передать и научить кого-то. Ну и самая главная вот задача ментора, или их много задач, у ментора много задач или одна какая-то? У ментора одна задача — привести своего менти к успеху. Менти — это подопечный, да? Менти — это подопечный, это протеже, да? И главная задача ментора — привести его к успеху и научить мыслить своего менти. Ведь не ментор принимает решение в работе с менти, менти сам принимает решение, А ментор направляет. Вот в чем особенность этой работы. Но я хочу еще добавить некоторую информацию к словам Абая. Те четыре дня, которые мы провели в Нур-Султане, они были действительно очень насыщены. Потому что из 700 человек, которые подавали заявку, действительно было отобрано 80. И мы имели такую возможность работать с сертифицированными тренерами международного уровня. Мы присутствовали на очень грамотных тренингах. С нами работала Галия Багдад, с нами работал Илья Шмелев. То есть те люди, чье имя очень известно в этих кругах. И мы благодарны, наверное, сегодня Общественному фонду Казбрендс за то, что мы имели такую возможность. Да, мы были очень активны. И Кустанайская делегация, она составляла 8 человек. И она была одной из самых многочисленных, одной из самых активных. И я хочу добавить еще, что вот этот курс, он позволил, наверное, каждому присутствующему еще по-другому посмотреть на себя. Потому что ментор не только тот, кто помогает, но ментор, он учится вместе с МЕНТИ. Ментор открыт новым знаниям. И глядя на тех коллег, которые нас окружали, мы видели, насколько менторское движение все-таки будет завоевывать наше общество. И к менторам нужно относиться с пониманием. Ментор человек, который очень известен. Сегодня к услугам ментора прибегают не только отдельные люди, да, прибегают к услугам ментора организации. И ментор помогает своим клиентам. Когда мы смотрим церемонию награждения, ну, к примеру, ну, Оскар, да, и иногда улыбаемся весело, когда очередной победитель кричит, я благодарю, я благодарю того-то, того-то, да. Но по большому счету он же благодарит не только своих родителей, он благодарит своих менторов, людей, которые помогли ему достигнуть успеха. Но он говорит об этом открыто. Менторов нужно благодарить. И ментором может быть, наверное, кто угодно. Вот я хотела спросить, а кто может стать ментором? И опять же вопрос. Есть же сейчас коучинг, есть коучи. В чем разница между коучем и ментором? И кто может стать ментором? Спасибо, Жень. Очень интересный вопрос. Действительно, коуч, он тоже наставник, но коучи называют тренерами успеха. Коуч, он в беседе со своим подопечным, он задает открытые вопросы, он направляет, он двигает к успеху благодаря вот своим открытым вопросам. Это коуч, он сопровождает. Сопровождает. Да, ментор – это человек, который благодаря своим, он провоцирует самостоятельность менти, он провоцирует его желание узнать больше, он провоцирует его желание работать. То есть какими-то такими, да, окольными, скажем так, путями? Ну, это все так вот честно и взаимосвязано. Мы сегодня часто можем видеть и слышать, я коуч, я ментор, я тьютер, да, и у многих людей возникает вопрос, а кто это? И какая разница? А в целом это люди, которые вас сопровождают. Тьютер начинает работать в школе. В целом это люди, которые помогают делать вам карьеру, которые помогают вам достигать профессионального успеха, успеха в учебе. То есть вот это люди, которые сегодня рядом с вами. Кто-то может быть ментором по наитию, но вот благодаря этому тренингу, да, благодаря тренерам, которые с нами работали, мы ясно поняли, да, мы можем работать по наитию, мы можем оказывать поддержку, но когда мы наделены знаниями, когда мы знаем, какой инструментарий применять в работе с подопечным, да, тогда работа будет более успешна. Вот сегодня мы говорим о стартапах. Стартапы ассоциируются как-то, ну, наверное, с молодежью. Ну да, есть такое. Мы считаем, что молодые люди сегодня динамичны, умны, они думают о своей карьере, и стартапы – это они. Вот слово стартап сказал и перед глазами лицо молодого человека. И этот проект, в котором мы принимали участие, он же не зря реализован, он в этом году реализовывается, он реализовывается в год молодежи. И ментор – это как раз тот человек, который помогает молодым людям не коллекционировать свои неудачные стартапы. Потому что, когда молодой человек что-то задумал, и у него не получилось, у него опускаются руки. Ну, есть такое, да. Есть такое. Тяжело потом вставать. И людей, которые могут сказать, что, ну, зачем тебе это надо, у тебя это не получилось, да не дергайся ты больше, да, вот скажем так, сленгом, да. А ментор – это как раз тот человек, который говорит, нет, у тебя получится, давай мы поработаем. Найдет подходящие слова, да, и такие слова. Да, ну, вот я все говорю и говорю. Абай, молчит. Да, Абай, скажите, вот все-таки кто может стать ментором? Это какие-то качества определенные. Что это? Вот любой человек может стать ментором? Ну, еще добавить, только что, вот, сказали о коуче и ментор. То есть, это практически одно и то же, одним словом сказать, но с разными методами работы. То есть, родители успешных детей, они могут же быть менторами? Они менторы. То есть, они сопровождали своих детей, и их дети, допустим, достигли каких-то высот, они же какими-то методами вот это смогли сделать. Они менторы. То есть, ментор, я говорю, вот человек, который может чему-то научить, но он это будет делать, не заставляя. Найдет такие подходы, и каждому, естественно, менти должен быть индивидуальный подход. Каждый реагирует по-своему. Кто-то хочет работать, кто-то не хочет работать над собой. Хотя, конечно, они все хотят работать, но потом, в конечном итоге, когда все вот в процессе работы, им становится тяжело. И тем не менее, но все равно менти найдет тот выход и будет направлять его, сделать, достигнет своего успеха. Вот как мне сейчас стало понятно, да, вот ментор, получается, все-таки учит тому, чтобы самому доходить, то есть, находит такие, да, варианты, чтобы человек сам включил свою голову и начал каким-то образом, своим образом двигаться к своей цели. Коуч, он все это делает, делай вот так, делай это. Так? Я правильно поняла? Ну, примерно, да, плюс-мена? Разница в этом? Коуч, он задает всегда, я уже говорила, открытые вопросы. То есть, уже тут меньше, мне кажется, голова включается. Он задает открытые вопросы, что ты хочешь, что ты сделал неправильно. И ты, и его подопечный вынужден давать ответ, и он тоже анализирует. Ментор, он учит мыслить. То есть, вот у него есть, у ментора есть багаж знаний. Он передает эти знания, но он передает эти знания настолько деликатно, что менти сам предпринимает какие-то шаги. И в конечном итоге, вот в этой совместной работе окончательное решение остается за менти. Он принимает решение, что ему дальше делать. А задача ментора все-таки очень деликатно, незаметно направлять его, помогать ему. Помогать ему находить необходимые решения. Я бы так сказала. Вот мне интересно все-таки, кто может стать ментором? То есть, вот я могу стать ментором? Или, на мой взгляд, что это, наверное, должен быть человек, который вот в этой сфере очень хорошо разбирается или нет? Вы знаете, есть три понимания. Есть наставник, ментор и коуч, мы говорили, да? Вот наставник – это человек, который должен иметь опыт работы в той сфере, в которой работает менти. Коучу это не обязательно. Ментор может работать в этой же сфере, а может не работать. Не обязательно. Не обязательно. Главное, что он знает то, чем у вас учили на проекте. Он знает какие-то определенные инструменты. Он владеет определенным инструментарием. У него есть знания по методологии. Знаете, что еще важно? Важно, что ментором может быть любой человек. Потому что, я уже говорила, есть такое интересное слово – по наитию. Есть люди, которые помогают. Они это умеют делать. И они это делают с удовольствием. Но если у ментора нет системных знаний, это не всегда хорошо. Я знаю, что у вас, Руслана Витальевна, ведь уже есть успешный опыт менторства у вашего общественного фонда. Я знаю, что вы были уже ментором. Да, очень. Ну вот заставила задуматься об этом. Наверное, да. Вот, наверное, да. Потому что… Вы же сопровождаете семьи. Да. Вот это менторство? Семьи, приемные семьи. Да, знаете что, я… Вот, наверное, вы правы. Потому что вот психологи нашего фонда сопровождают приемные семьи. Сопровождают… В этом году мы сопровождаем семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. И наша цель в этом году – предотвратить социальное сиротство. Да, это сопровождение. Это менторство? Это менторство. Вот сегодня мы помогаем молодым семьям сохранить свои семьи, сохранить рядом с собой своих детей и быть более внимательными друг к другу и к своим деткам. Да, это, наверное, менторство. Спасибо, Жень. Ну, такой же опыт. У вас есть какой-то уже опыт? Или вот вы когда прошли вот этот вот весь тренинг, да, вот в этом проекте участие приняли, и вы поняли, что вот какой-то предыдущий опыт – это и было менторство? Конечно, есть опыт. Я работаю в колледже. Я, помимо того, что я мастер профессионального обучения, я руководитель комитета по делам молодежи. То есть и сопровождение тех же моих студентов, именно тот блок активистов, с которыми непосредственно я тесно работаю, вот это тоже считается менторством. А уже вот сейчас у вас, да, после того, как, вот, кстати, ваши сертификаты, которые вам выдали, я так понимаю, на проекте, вот уже после прохождения тренинга у вас уже появились какие-то новые идеи или новые менти? Как они появляются и появились ли они? Большая работа у нас состоится. Сейчас как раз таки мы с Русланом Витальевной думаем об этом. Сейчас мы будем проводить круглый стол, собирать всех полностью. Мы будем проводить популяризацию данного проекта, данного менторства. Мы будем, вот, те 8 человек, которые обучились в городе Нар-Султан, мы это будем, получается, и здесь, в Кустанайской области. Собирать, как я говорил, круглые столы, выезжать в регионы, в районы. И одно, наверное, большое мероприятие, это будет кемп проходить, молодежный кемп по менторству. 5-6 сентября в городе Лисаковск у нас приедут гости с города Нар-Султан, это организаторы, общественный фонд Кастбренд, такие же прям сильные, хорошие, крутые тренеры приедут и будут проводить у нас здесь кемп. Всего в Казахстане будет 4 проходить, и один из них у нас в Кустанайском регионе. То есть это дальше пойдет, да, у нас по нашему региону, и дальше будет внедряться именно менторство в нашем регионе. Вот вы сами, вы можете тоже обучать и менторству, или вы только можете быть менторами? Ну, если посмотреть на те сертификаты, которые вот лежат, да, мы можем проводить тренинги по менторству, так как мы с Абаем являемся сегодня профессиональными менторами, плюс мы являемся тренерами для тренеров, поэтому мы можем приглашать на свои тренинги желающих поговорить на эту тему, плюс мы можем сами быть менторами для своих менти. И это очень благородно, и это необходимо, потому что молодым людям нужно помогать. А сейчас я знаю, что очень много молодых людей, которые мечтают, сейчас это просто такое вот, какое-то поветрие, да, большое, что нужно, вот хочется всем обязательно свое дело открыть какое-то. Конечно. В чем-то развиться, вот достичь успеха. И сейчас, мне кажется, это очень-очень своевременно именно вот это дело. Это очень своевременно, и самое главное, чтобы молодой человек, который решился открыть свое дело, чтобы после первой неудачи он не отказался от своей идеи. Важно же помогать молодым людям реализовывать свою мечту, чтобы она стала осязаемой для него. Ну, наверное, для этого нужны менторы, для этого нужны профессионалы, люди, которые могут помочь это делать. И мы готовы, мы открыты. Абай сказал, что у нас в августе будет проводиться камп, да. Это будет так, мы очень горды, что среди четырех кампов, которые будут проводиться в республике, один из них будет в Кустанайской области, потому что у нас хорошая база, у нас хорошая грамотная молодежь. И в прошлый четверг я случайно попала на бизнес-четверг, который проводит Зарина Кокжанова для молодых предпринимателей. И послушав молодых людей, я поняла, как много умной молодежи у нас, как много людей, которые думают о будущем своей родины, думают о будущем своей области. И это было отрадно. Но об этом нужно говорить и нужно помогать. Еще раз повторяю, слово помогать, наверное, это вот то слово, которое сопровождает ментора в его работе постоянно. Ты должен помочь начать думать, да, помочь мыслить. И поддержать, если вдруг что-то где-то сорвалось. Это очень важно. И вот иногда именно поддержки не хватает на каком-то этапе. Ну и ваши, каковы планы вот сейчас вашего фонда, Руслан Терна? Ну, у нас как раз сейчас разгар нашей проектной деятельности. Я уже сказала, что мы сопровождаем семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Мы по-прежнему работаем с приемными родителями, с теми, кто хочет взять ребенка. Но в этом году мы и работаем с теми, кто уже взял, но испытывают определенные трудности. В следующем месяце мы начинаем большой проект в двух проектных зонах Карасусской и Алтанцаринской районы по предотвращению превенции насилия в семье. Это будет, кстати, очень интересный проект. В таком формате мы еще не работали, и у нас будет первый опыт. Я с вами поделюсь своими результатами, если вы захотите. У Абая тоже сейчас очень активная жизнь. Он у вас, наверное, так как каждый воспитанный мальчик, он дает право мне говорить. Но ему есть о чем сказать. Абай, какие у вас проекты замечаются? Проекты уже идут. Я как раз завтра к вам собрался на программу отдельно по своему проекту, по скандинавской ходьбе. Завтра у нас здесь будет мероприятие, мы придем сюда с участниками, с тренерами. Большой проект запустили. Так, вкратце я расскажу о нем, конечно, не буду рассказывать. Конечно, расскажите, тем более это будет завтра. Да, провели вот в это воскресенье большой фестиваль скандинавской ходьбы. Большое количество людей приняло участие, и это были взрослые люди. Вот настолько было приятно, что взрослые люди пришли, поучаствовали. Вот в воскресенье мы переживали, конечно, будет жарко. Как раз мы в 4 часа, в 16, начали сам забег, и думали, никто не придет. На самом деле пришло очень много участников, и самый взрослый участник, это был 39-го года рождения. Представляете? Абай, вам пригодились вот те знания, которые вы получили на проекте менторства, вот именно в этом проекте, что касается скандинавской? Какой? Ну, вообще... Саму обучение, и, конечно, пригодились. Также, если говорить, вот мы говорим, что мы с Русланом Витальевым ментором, у каждого ментора есть свой ментор. Также у меня есть менторы, те наставники, которые направляют. Я вот по опыту этого думаю, как вот они мне помогают. Они мне говорят, вот объясняю, вот так, вот так, и дальше уже сам думаю, как это нужно сделать лучше. Действительно, есть опыт, можно работать, я считаю. Поэтому у меня есть менторы, я тоже смогу отработать ментором. Но я уверена, что вы сейчас многим из наших телезрителей дали большую надежду на успешное будущее. То есть сейчас, мне кажется, у каждого в голове появилось, что вот в успехе очень зачастую важно то, какой у тебя наставник. Это очень... И хорошо, да, что у нас появляется такая возможность, их становится все больше и больше, что вот теперь у нас появляются профессиональные менторы, которые смогут тоже помочь стать успешнее и лучше нашей молодежи. А это основа нашей республики, основа нашей республики Казахстан. То есть это наша молодежь, это наше будущее. То, за что мы радуем. Спасибо вам, что вы пришли и рассказали о таком новшестве, о котором я и не слышала. Уверена множество тоже телезрителей, это было в новинку. Но теперь многие узнали, что же такое ментор и для чего он нужен. И желательно, чтобы он был у каждого из нас. Ну, я хочу еще раз напомнить, кто сегодня у нас был в гостях. Сегодня у нас в гостях были Абай Дюсеков, мастер производственного обучения Кустанайского индустриально-педагогического колледжа, руководитель общественного объединения «Социум и я» и председатель общественного фонда научно-образовательный центр «Синерджи» Руслана Витальевна Бровченко. Спасибо вам за участие. Спасибо вам, Женя, за приглашение. Спасибо. Ну, а мы с вами продолжаем. Доброе утро. Субтитры подогнал «Симон»!